Божьи слова на каждый день. И не живи в рамках старинных правил и прежних времен. Живи всегда в новом свете и не отбивайся от Слова Божьего. Это и называется встать на правильный путь. Не годится попросту расплачиваться на внешнем уровне. С каждым днем Слово Божье входит во все более высокую сферу, и новое появляется ежедневно. Человеку также необходимо ежедневно совершать новое вхождение. Раз уж Бог говорит, то Он притворяет в жизнь все то, о чем Он говорил. Если ты не можешь держаться на должном уровне, в таком случае ты отстаешь. Твои молитвы должны проникать глубже. Ты должен есть и пить больше Слов Божьих, углублять те откровения, что ты получаешь, и сокращать все то, что является негативным. Также необходимо укреплять свое суждение, чтобы быть способным проникать в суть вещей и через понимание того, что в Духе, проникать в суть внешнего и постигать суть любого вопроса. Если ты не вооружен всем этим, разве сможешь ты возглавить Церковь? Если ты говоришь только о письменах и доктринах без какой бы то ни было реальности и без способа практики, ты сможешь как-то этим обходиться лишь краткое время. Возможно, это малость допустима, когда ты разговариваешь с новообращенными, но через какое-то время, когда у новообращенных появится некоторый реальный опыт переживаний, тогда ты больше не сможешь восполнять их потребности. Разве подходишь ты в таком случае для того, чтобы Бог тебя использовал? Без нового просвещения ты не можешь действовать. Те, у кого нет нового просвещения, это люди, которые не знают, как переживать, и такие люди никоим образом не обретают новых знаний или нового опыта переживаний. И в вопросе обеспечения жизни они совершенно не могут выполнять свою функцию, как не могут стать пригодными к тому, чтобы Бог их использовал. Человек такого сорта является бесполезным, просто-напросто никчемным. Поистине такие люди абсолютно не способны выполнять свои функции в работе, все они ни на что не годны. Они не только не в состоянии выполнять свою функцию, но и добавляют церкви ненужную нагрузку. Я призываю таких достопочтенных старцев поспешить и покинуть церковь, дабы остальным не приходилось более на вас смотреть. У подобных людей нет осознания нового труда, они просто преисполнены бесконечными идеями. Они не могут выполнять никакую функцию в церкви. Наоборот, они сеют раздоры и повсюду распространяют негатив, вплоть до того, что участвуют во всевозможных нарушениях дисциплины и скандалах в церкви, дезорганизовывая и приводя в замешательство таким образом тех, у кого недостаточно проницательности. Эти демоны воплоти, эти злые духи должны покинуть церковь как можно скорее, пока церковь из-за них не пришла в упадок. Возможно, ты не боишься сегодняшнего труда. Но разве ты не испытываешь страха перед праведным наказанием завтрашнего дня? В церкви есть много таких людей, которые являются нахлебниками, а также большое число хищников, стремящихся подорвать нормальную работу Бога. Все подобные вещи — это демоны, посланные дьяволом, это злобные волки, которые стремятся сожрать бесхитростных овец. И если не изгнать этих так называемых людей, они станут паразитами в церкви и молью, поглощающей пожертвования. Однажды эти презренные, невежественные, низменные и омерзительные черви будут наказаны. Субтитры создавал DimaTorzok